Это перекресток Нокина-Кунаева. Сегодня он закрыт для проезда автотранспорта. Большой поток машин в ранние утренние часы здесь наблюдается ежедневно. В город спешат жители микрорайона Нур-Сити и населенных пунктов вновь созданного Алматинского района. Однако как раз в это время движение по обозначенному участку было перекрыто в связи с дорожными ремонтными работами. Техника и рабочие были стянуты для укладки верхнего слоя асфальтового покрытия, хотя больших нареканий со стороны водителей эта магистраль не вызывала. Тем не менее, всем им пришлось терять время в вынужденном заторе. Он растянулся на километры, что для нашего города в принципе не характерно. Как пояснили в отделе автомобильных дорог, работы плановые и о них сообщалось заранее. На сегодняшний день, согласно плану работы, продолжаются работы, которые еще начаты в 2017 году. Это средний ремонт автомобильной дороги по проспекту улицы Нокина. Там у нас сейчас идет устройство асфальто-бетонного покрытия. Это идет асфальто-бетон, щебеномастичный асфальто-бетон. В связи с этим нами было перекрыто движение по улице Нокина на участке от улицы Кунаева до Илекского кольца. Работы планируем завершить завтра до вечера. График выполнения работ здесь был сдвинут в связи с капитальной реконструкцией путепровода в пятом микрорайоне. Власти решили не создавать дополнительных проблем этим летом. Однако и на самом мосту в пятом микрорайоне еще далеко до должного порядка. Работы на развязках продолжаются и каждый день водителям приходится быть готовыми к новым сюрпризам. Сегодня они сталкивались с ограничителями движения, при этом терялись в догадках, как, не нарушая правил, продолжить путь в заданном направлении. О вынужденных трудностях горожан оповестили заранее, заверяют ответственные лица. Более того, схемы проезда были размещены в соцсетях и на страницах газет. В настоящее время требуется отнестись с пониманием к временным трудностям. Все проектные работы были согласованы с ДВД области и вопросы безопасности движения в том числе. «Были установлены основные знаки. Это «уступи дорогу», «главная дорога». Думаем, что каждый водитель регулирует. Если будет регулироваться дорожными знаками, то может понять. Но и мы ранее в соцсетях выкладывали полностью организацию данной развязки. Основные знаки, которые необходимы на данном кольце, они сейчас все установлены. Только остались информационные знаки. Мы их также доустановим. Это информационные знаки. Просто указываются районы местоположения. Это куда улица Тургенева, где Кирюэн. Такие только информационные знаки. А основные знаки, которые обеспечивают безопасность движения, они все установлены. На завершение запланированного объема уйдет еще порядка 10 дней, говорят в отделе автодорог. За это время на развязках появятся дополнительные указатели и информационные таблички. Хотя, если обратиться к практике цивилизованных стран, на весь период ремонта и в первые дни после нововведений, на оживленных магистралях, помощь водителям оказывают сотрудники дорожной полиции. Но мы и сами, похоже, неплохо справляемся. Хоть и не всегда. В любом случае, других вариантов у актюбинцев нет. Ирина Гути, Алексей Уразов, программа «Факт».